В этот день свои лыжи смазали, оружие начистили больше 40 участников из Касимовского, Петелинского, Ермишинского районов и Владимирской области. Надеюсь, сегодняшний день, праздничный день для всех нас, праздник спорта, вам очень понравится, весело проведете время с семьями, с детьми. Ну, а участники соревнования, удачных вам стартов и, конечно, победит сильнейший. Без травм, чтобы все прошло. Спасибо, что вы здесь сегодня с нами. Удачи! На широких лыжах без палок, но с ружьем за плечами участникам нужно было пробежать 3 километра по пересеченной местности и на огневом рубеже поразить не живого зверя, а неподвижную мишень. Пока азартные болельщики наблюдали за соревнованиями, другие гости нашли развлечение на празднике «Широкая масленица». Организаторы подготовили концертную программу, конкурсы и несколько тематических игровых площадок. Дети и взрослые могли полакомиться блинами и отведать ароматного чая из уникального музейного самовара «Красный маяк». Тем временем один за другим финишировали спортсмены-охотники. Для Дмитрия Карпухина это дебют, но зато какой эффектный финиш. Даже позавидовала бы Джеки Чан. Офигенно! Почему упал-то уже? Как, почему? Все, я кончился. У меня расчет был до финиша и все, а дальше запас энергии сяк. Спринт, гонка-преследование, мастарт и эстафета. Эти биатлонные виды знакомы каждому. Охотничий биатлон – сравнительно молодой вид. Тем не менее, им занимается немало энтузиастов. Завоевав народную любовь среди косимовцев, охотничий биатлон стал едва ли не семейным видом спорта. Супруг всегда поддерживает, всегда меня снаряжает, ищет мне все, что нужно. Переживай больше, чем она сама. Ну, я-то вообще не переживаю. Для меня главная часть. Конечно, как всегда, гора сложная, очень сложно подниматься. Пришлось все время боком подниматься. И спуск там был очень, конечно, такой. Пришлось тоже сбоку спускаться. А так трасса очень хорошая, погода чудесная. К слову сказать, Юрия Неллина – не единственная девушка-участница. Померится в скорости и точности с представителями сильной половины человечества. В этом виде спорта решила Надежда Шолохова. Трасса в этом году лучше, чем в том. Там в том году была обледенелая. Все хорошо. Прошли, слава богу. Фаворитом гонки стал Александр Шевцов. Общество охотников – вязы. В своих возрастных группах отличились Владимир Нефедов, Баишевского общества охотников и рыболовов, и Александр Костин из Ермиша. Очень тяжело. Старался. Одного не осилил обогнать. Выбегал 11-й, прибежал вторым на финиш. Пять раз попал. Организаторы в следующем году обещают большее разнообразие праздничной программы народных масляничных гуляний. Что же касается охотничьего биатлона, то число его участников год от года растет.